Как могут развиваться события вокруг Сирии после отставки спецпосланника ООН ИЛА Кофианана? Мы поговорим с главой Центра политической информации Алексеем Мухиным. Здравствуйте. Ответственность за отставку Кофианана многие западные политики возложили на Россию и Китай. Насколько обоснованы эти обвинения? Мне кажется, эти обвинения не вполне обоснованы, потому что Россия и Китай лишь выдерживали ту позицию, которую они заняли с самого начала. Эта позиция известна, и она уж никак не повлияла на уход Кофианана. Кофианан в данной ситуации, судя по всему, взял на себя своеобразную роль Понтия Пилата, который умыл руки, понимая, что ничего в судьбе Христа он ничего сделать не может. И в результате мы видим, что Сирия вполне вероятно после, видимо, несения креста, она будет распята, и этого уже остановить нельзя. Кофианан – опытный политик, и он понимает, что участвовать в этом он не хочет. При этом гражданское противостояние было и при спецпосланнике Кофианане, после его отставки оно продолжается. Никаких изменений не произошло. Можно ли считать, что политического решения сирийского кризиса просто не существует? Политическое решение сирийского кризиса всегда есть. Необходимо заморозить ситуацию. С одной стороны, не поставлять повстанцам оружие. С другой стороны, привлекать господина Асада к диалогу. Сейчас, судя по всему, прежде всего, западные силы уже абстрагировались от господина Асада, как стороны, которая готова или вообще с ней можно говорить. Он стал нерукопожатным лидером. Мне кажется, что эта ситуация напоминает мышь, которую загнали в угол. И поэтому у Башура Асада сейчас нет выхода, кроме того, чтобы ситуация была эскарирована. То есть, в принципе, он готов на конфликт, и противоборствующие силы тоже готовы на конфликт. В этом случае, конечно, выхода нет. Дипломатического выхода. И как вы думаете, возможно, что отказанно вести миротворческую миссию развязал руки Западу для начала военной операции в Сирии? Начало военной операции в Сирии должно быть легитимизировано через институты ООН. Институты ООН, находясь в полуразрушенном состоянии и не имея никакой возможности повлиять на ситуацию в том смысле, чтобы исключить военное развитие событий, по сути, действительно абстрагировались от этой ситуации. Сейчас дело, конечно, будет за вооруженными силами, вооруженным вмешательством. Если мы все же станем свидетелями ливийского сценария в Сирии, какие действия последуют со стороны России? Мне кажется, что те, кто разрабатывает сценарий для так называемой «Арабской весны», ее продолжения на Ближнем Востоке и в Северной Африке, они не особенно, что называется, заморачиваются на его разнообразие. Практически всегда это один и тот же сценарий. И этот сценарий мы наблюдаем сейчас при развитии ситуации в Сирии. Конечно, да, действительно, этот сценарий наиболее реализуемый, наиболее вероятен для реализации при нынешнем политических условиях. Позиция России, к сожалению или к счастью, будет именно такой, какой она есть сейчас. Это жесткое неприятие легитимности вооруженного конфликта, это наблюдение, не вмешательство, это не наша война. Но при этом мы совершенно четко понимаем, что причины, которые заставляют развиваться ситуацию именно в таком ключе, они прежде всего экономические. Это выдавливание России и Китая из региона. Большое спасибо. Я напомню, наши вопросы отвечал генеральный директор Центра политической информации.